Поворот азиатский В сторону им, прежде всего, Японии Он абсолютно оправдан И то, что Трамп там сказал, обозначил и так далее Это все может иметь весьма любопытные и, как говорится, далеко идущие последствия Я привычно благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска И начну, наверное, с того, что Япония – это одна из тех стран, где к Трампу изначально отношения Весьма доброжелательная Мы так все привыкли к тому, что в унылой Европе его многие, особенно мейнстримные политики И средства массовой информации проклинают Ну, про Россию вообще умолчу За Азией следить сложнее, но если посмотреть А я посмотрел перед визитом Трампа Что пишут о нем японцы и англоязычные авторы, живущие в Японии То получается, что для японцев и стиль Трампа, и его политика, она вполне приемлема Японцы, вопреки тому, что многие о них думают, на самом деле любят шоуменов во власти И, скажем, их знаменитый премьер Сигеру Йосида Приобрел свое время популярность, потому что обозвал социалисты идиотом И это слово стало популярным Ну, какой-то там его японская разновидность этого слова И тому подобные зрелищные действия ряда политиков Они для японцев вполне себе приемлемы Более того, им это даже нравится Что касается японских экспертов по международной политике То они занимают такую вполне разумную позицию Раз американцы выбрали Трампа То не нам что-либо высказывать критически Либо какие-то пожелания Значит, наш союзник, мы будем с ним сотрудничать И в этом смысле было забавно сравнивать Что пишут англоязычные авторы из Японии И что пишут мейнстримные американские авторы О визите президента А американские авторы в основном цеплялись к тому Что какие-то там несовпадения и несогласия с премьером Абе Ну, в оценке, скажем, опасности Северной Кореи Авторы же, обретающиеся в Японии Они в основном, наоборот, акцентировали свое внимание На то, в чем президент и премьер совпадали Действительно, Трампа приняли хорошо И даже в одной, не вспомню сейчас какой газете В каком ресурсе американском Кто-то там сквозь зубы написал Что Трамп провел вот этот визит в обстановке лезть Ну, завидно, да, левым товарищам Так вот, действительно, к Трампу отнеслись весьма любезно И помимо каких-то, ну, казалось бы, внешних проявлений Этой самой любезности вроде того, что его пригласили на сумму Там был момент очень важный То есть, опять, для людей вне Японии Это, ну, показалось бы, скорее всего, каким-то чисто декоративным моментом Но для японцев этот эпизод, он действительно очень существенен И это знак особого доверия к иностранному лидеру Я говорю о том, что в Японии сейчас произошла смена эпох И, хотя это звучит пафосно, но действительно так Японцы меряют, у них есть там, помимо официального календаря Есть свое летоисчисление, связанное с императором И, соответственно, у них сейчас начинается новая эра Связанная с приходом императора Нарухита И именно президент Соединенных Штатов Трамп стал первым вообще иностранным лидером Кто с новым императором встретился Это, повторяю, очень существенно Это очень важно для японцев Это действительно символ особого доверия Символ особого уважения к лидеру Позволить, чтобы именно вот этот лидер встретился с новым императором Естественно, японцы это все делают не потому, что они вот так любят Америку И лично президенты Как я уже сказал, симпатия к нему есть К Америке тоже Хотя антиамериканизм в Японии тоже, увы, довольно-таки глубокие корни имеет Но у японцев на данный момент и у премьера Абе У них есть на Трампа таких, так скажем, вполне определенные виды И Япония нынешняя и премьер Абе и его команда Они вот едва ли не единственная страна Ну, может, не единственная, но единственная из крупных Которая, доктрину Трампа, так ее назовем, ту ее область Где президент хочет ослабить военное участие Соединенных Штатов Но позволить странам самим отвечать за свою безопасность Вот в Японии это идет на ура Я вам напомню, ну, да, наверняка знаете, но напомню еще раз Что Конституция Японии, принимавшаяся под контролем генерала МакАртура в конце 40-х Она, там есть знаменитая девятая статья Которая подразумевает то, что у Японии нет армии Там есть свои силы безопасности Но считается, что они скорее имеют полицейскую функцию И понятно, почему это было сделано Японцы наворотили, будь здоров, сколько бед во время Второй мировой Но уже в начале 50-х стало понятно, что эта статья, она себя не оправдывает Потому что в Японии-то вроде армии нет А у коммунистов, которые рядом, она есть и еще какая И уже тогда, прежде всего, республиканцы, кстати Это госсекретарь Далес и вице-президент Никсон Они пытались убедить японцев от этой статьи отказаться Но упомянутый мной выше Йосида Хоть он и был прозападный, проамериканский И действительно выдающийся политик Но он точно не хотел влезать в новые конфликты И он всячески отказывался И так все это и зависло Никсон всегда повторял, что девятая статья Это одна из ошибок американской политики в целом При всем его уважении к МакАртуру, например Но ни при нем, ни при последующих президентах Практически она не была аннулирована, эта статья Абба уже давно хочет от нее избавиться И теперь, когда Трамп предлагает сократить Повторяю, американское военное присутствие в регионе И видит именно в Японии Ту страну, которая будет отвечать за безопасность И за интересы западного мира На Дальнем Востоке Здесь у них с премьером полное совпадение Естественно, есть, конечно же, здесь свои опасности Потому что, ну еще раз повторяю В годы Второй мировой японцы оказались очень опасной силой И очень серьезной угрозой И для американцев, и для их союзников Прежде всего, для армии Чанкайши Но и представить себе, что если Япония наберет былую мощь То она, скорее всего, подомнет под себя ближайшие страны Исключать этого, разумеется, нельзя Но, с другой стороны, на сегодняшний день Вооружение Японии, ее милитаризация Как угодно это называйте Это не то, что наименьшее зло А, скорее, даже момент положительный Потому что, если Япония будет сильно привязана к штатам Рядом каких-то торговых соглашений Рядом экономических соглашений же И если японцы, а они люди, конечно, хитрые Но у них кодекс чести есть И они при всей своей хитрости Все же будут демонстрировать уважение К стране и к президенту, который позволил им От девятой вот этой самой статьи избавиться Так вот, если это произойдет То японцы станут действительно очень надежным союзником Для Америки И очень сильно помогут Если же мы представим себе Такой союз с Южной Кореей и с Тайванем То это действительно будет союз очень надежный А у Абе, ну и не знаю, у его преемника Если уж забегать вперед, будем надеяться У Абе точно с Тайванем отношения замечательные Неизвестно там с какой эпохи В 21 веке это, пожалуй, наиболее близкий Тайваню президент С корейцами у японцев давние сложные отношения Но тоже при желании этот альянс Он вполне получится Да, можно предположить, что корейцы Проявят некоторые неудовольствия На Тайване тоже может быть Но, знаете, тот же самый Чан Кайши Отец Тайваня, если угодно Он в свое время сказал, что хотя воевал он И с японцами, и с коммунистами Что японцы бандиты, но они гораздо лучше, чем коммунисты И полагаю, что на Тайване этот его зовет вспомнить Поэтому, если выстроится вот этот вот Ну, как минимум, тройственный союз Да, как я его условно назову пока То американцам и Трампу, и стране, естественно Ну, какое-то время можно будет вздохнуть спокойно Китайцы и корейцы северные уже Они побоятся идти на конфликт с Японией И даже побоятся атаковать Тайвань Если он будет связан с Японией Гораздо больше, как ни странно Чем если бы здесь были американцы Потому что, понятно, Америка далеко Китайцы все же У них такого страха перед Америкой нет Исторического, прежде всего А после того, что там творили японцы Опять же, вспоминаю пример Второй мировой У китайцев такой исторический страх Даже не ненависть, а именно страх перед Японией Он есть И оставив японцев в качестве своего Ну, назовем это Приемник немного, может быть, некрасиво Управляющий тоже некрасиво Ну, именно союзника, да Именно союзника, отвечающего за регион Трамп сделает и совершит, как я считаю Очень положительный и очень разумный ход Я не знаю, когда это произойдет И вообще произойдет ли Потому что есть у меня опасения Что пресловутый истеблишмент в Госдепартаменте Будет мешать президенту Но мне хочется надеяться Что Помпео и Болтон Люди все-таки разумные В смысле, я знаю, что они разумные Тут и надеяться не надо Надеяться на то, что они Любое противостояние этой идеи Смогут отринуть И что вот этот момент Он будет реализован Трамп, да, он уже сказал Что хочет видеть Японию более сильной А бы уже намерен в ближайшем будущем Добиться того, чтобы парламент японский Аннулировал или внес какие-то Серьезные поправки Пресловутую девятую статью И хотя, да, там были на этих переговорах Экономические вопросы Но я вот продолжаю считать Что главным моментом было то Что предварительные какие-то соглашения Об усилении роли Японии Они были достигнуты И я очень надеюсь Что они останутся не только соглашениями А будут реализованы в жизнь Потому что сейчас Япония Это та сила, которая Штатам и всему цивилизованному миру Может и должна, как я считаю, помочь Так, здесь я прервусь Если Сергей что-то добавит С удовольствием передам ему слово Спасибо большое Добавить мне нечего Давайте перейдем к следующей теме Давайте обратимся к Европе Там прошли выборы В частности в Австралии Ну и в целом ситуация в Европе Да, совершенно верно Про Японию поговорили И, как вы знаете Сейчас Трамп Он у нас, получается, проводник сегодня Такой своего рода Он уже отправился в Соединенное Королевство Там будут мероприятия Связанные с высадкой в Нормандии Да, уже на днях, знаете, это событие И хотя британские леваки Там тоже уже ведут себя черт знает как И Трамп уже приложил мэра Лондона Да, здесь он абсолютно прав Но я сейчас все же немного о другом Как раз за последние две недели Что мы с вами не общались Произошли выборы в Австралии Ну, Австралия это не Европа Но часть англоязычного мира Поэтому я их обобщаю И выборы в Европарламент Лично я-то считаю, что Европарламент Это махина, которая не особенно нужна И разобраться во всех этих внутренних фракциях И взаимодействиях Гораздо сложнее, чем в особенностях политики Британская или американская А там тоже, вы знаете, есть свои издержки Но мне важно опять-таки взглянуть На происходящие, на выборы в Европарламент Со стороны, прежде всего, Великобритании Как главного союзника штатов И на ситуацию, которая вот параллельно С этими выборами сложилась В самой стране Опять же, в Соединенном Королевстве И в правящей на данный момент То есть консервативной партии Что касается выборов в Европарламент То там по-прежнему сохраняется Левое большинство Но там запутаться, кто у них левый И кто правый На самом деле сложно Но будем исходить из официальной трактовки Как сами обозреватели европейские пишут Что вот 751 место И более-менее правые Правоцентристские силы Составляют порядка 359 Насколько я помню Как видите, перевес довольно серьезный И выборы в ряде стран Привели зеленых Публика мутная И, сами понимаете, левая Привели позиции Как раз центристских партий Не особенно усилились Да, со стороны Франции Сейчас не буду в эту тему углубляться Но все-таки обозначу Что по моему убеждению Липен это абсолютно французский вариант Сандерса и Корбина Но за ее евроскептицизм Да, на здоровье в Европарламент Пусть вот там ей самое место Пусть его разваливают Что касается Соединенного Королевства То там особого успеха добилась Новая партия Она так и называется партия Брексита Возглавляет ее Фарадж Фарадж Личность довольно-таки спорная У меня к нему отношение Тоже сложное С одной стороны Он делает много чего полезного Прежде всего Именно в спасении Королевства от Евросоюза С другой стороны То, что он там партии меняет И много чего говорит И не всегда следит за своей речью Но это факт не совсем в его поле Тем не менее Фарадж Он действительно представляет силу И действительно представляет людей Которые разочарованы В Евросоюзе и в эстеблишменте Британском И то, что сейчас Он пользуется популярностью И у себя в стране Да, его партия Успешно выступила На этих выборах Ну и Поговаривают Что она может Втургнуться И в привычное Противостояние Консерваторов Ильи Бористов Так как Британцы уже устали От невнятной политики Одних и других И Фарадж И его Брексит Партия Брексита Может действительно Что-то изменить Тем более Что К нему У него Есть В этой самой партии Его люди интересные И Они пытаются Сейчас Партию Подать Как Настоящую Приемницу Консервативной партии Времен Тэтчер То есть Если почитать Их Манифест А он есть В открытом доступе То партия Брексита Хочет сокращать Влияние Государства На жизнь Людей Отказываться От регулирования Сокращать Налоги И Да Делать все Чтобы Контроль Государства Минимизировать Вы можете Заметить Здесь Кстати говоря Кто Тэтчер Кто С ней Может быть Хуже знаком Или кто ее Плохо помнит Действительно Перепереклички И с программой Трампа И это вполне Естественно Потому что Трамп Во многом Продолжает То что Делали Тэтчер И Рейган Безусловно И то что Фарадж И партия Брексита Хотят Вернуть Британию К Эпохе Тэтчер Это я могу Только приветствовать Другое дело Это сейчас Происходит Потому что Да Партия На таком Подъеме Евроскептичном И на выборах В Европарламент Действительно Сейчас лидирует По опросам Что будет дальше Сказать мне сложно И здесь Многое будет зависеть Конечно же От того Кто Возглавит Партию Консервативно Потому что Да Консерваторы Сейчас озабочены Тем Чтобы Брексит Реализовать И Естественно Уберечь Страну От Заведомого Левака Корбина Да еще и Бывшего шпиона Со всеми его Коммунистическими И пропутинскими Друзьями Напоминаю Такие в его окружении Как раз присутствуют Я не буду Наверное Вас перегружать Именами И рассказывать Кто претендует На роль Лидера Британских Консерваторов Потому что Ну все таки Немного Эту тему Затрону Лидирует Пока Борис Джонсон И тоже Скорее всего Он и будет Лидером Но знаете У меня Есть к нему Некоторые претензии У него Довольно Невнятная По ряду Пунктов Позиция И с тем же Брекситом Не поймешь Что он за А то он против Хотя сейчас Он однозначно За И Связывают Его С нынешней И спутницей Жизни Которые Вроде бы Известны Как раз Своими Леволиберальными Взглядами Ну это конечно Не имеет значения С кем он встречается Ну кто знает И Припоминают ему И то что Он был Сторонником Иммиграции Почти неограниченной Ну в общем Сложно Сложно сказать Но Раз на данный Момент Он популярен И Скорее всего Действительно Нацелен На Брексит То Наверное Он Моя фаворитка Да Поделюсь И своими Пристрастиями Это Прити Паттл Бывший Член парламента И Как принято считать Самая Яркая Приемница Тэтчер Самая Правая Из Видных Консерваторов Но Она В выборах Не участвует Вообще Так получилось В этот раз Из тех Кто Участвует Как ни странно Я сам Удивился Но Проверив Кто когда что Высказывал Их программы Я вдруг Обнаружил Что Лично мне Например Более всех Симпатичен Саджид Джавид Который Сейчас министр Внутренних дел У него тоже Есть Высказывания И позиции Ну мягко говоря Спорные И С которыми Я никак не могу Согласиться Но Если сравнивать Его С Джереми Хантом Например Который сейчас После Джонсона По популярности Это министр Иностранных дел Мне Очень не нравится Ряд его высказываний По Израилю Ханта Я имею ввиду И то Что он Озабочен тем Как обойти Санкции Штатов Против Ирана Это Совершенно Так И с людьми Менее известными Которых Да не буду О них даже Говорить Так вот На их фоне Джавид Это Повторяю Из тех Кто 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 Фигурирует Как Кандидат На пост Премьера И главы Консерваторов Вот он Как раз Действительно И есть Главный Тетчерист Получается Потому что И экономическая Политика И Ужесточение По ряду Пунктов Иммиграционной Политики И Требования Ко всем Иммигрантам Ассимилироваться И адаптироваться И Ряд Его Высказываний За которые Его Критикуют Прежде всего Мусульманские Источники Мусульманские Какие-то Ресурсы И То что Он Большой Друг Израиля Он действительно Большой Друг Израиля И Говорит И делает И борется С этим С БДС И борется С С тем Чтобы Требовать Чтобы Хизбалла Была признана Полностью Нелегальной На территории Великобритании Это все Джавид Так что Он сейчас Третий Насколько я помню По популярности Я боюсь Что он не выиграет Но На самом деле Он Самый интересный Среди консерваторов Вообще Конечно Получается Довольно смешно Если вы Обратили внимание На имена То Выходит Что Традиции Тэтчер И Произраильский Настрой Старых Консерваторов Их было Немного Но они Были К счастью Его Представляют Притипател И Саджид Джавид Пател Индианка По происхождению Джавид Вообще Пакистанец Это Лишний Показатель Того Что в британской Полите Конечно Творятся Вещи Довольно Таки Странные Но С другой Стороны Почему Нет Если Действительно Именно Люди С такими Небританскими Вроде бы Фамилиями Защищают На сегодняшний день Страну Куда лучше Чем Хант Или Не буду Опять Называть Фамилии И На мой Взгляд Пакистанец По происхождению Джавид Или Индианка Пател Они Точно Куда Лучше Для Страны Чем Британец Корбин Про Которого Лишний Раз Лучше И не Вспоминать Но Повторюсь Кто Из них Возглавит Консервативную Партию И Как Эта Партия Будет Взаимодействовать С Партией Брексита Фараджа Это мы Узнаем В ближайшем Будущем Ну и конечно же Я надеюсь Что И присутствие Трампа Его визит Но он Какие-то Положительные Моменты В британской Политике Все-таки Обозначит Трамп Насколько я Помню Тоже За Джонсона И Корбин Сразу же Естественно Заявил Что это Вмешательство И какую-то Прочую Ерунду Но Корбин А Корбина Мы лишний раз Внимание Обращать Не будем Если Джонсон Станет Премьером И у них Будут Нормальные Отношения С Трампом То Ну ладно Но повторяюсь Я по-прежнему За Джавида По крайней мере Сейчас Если вспомнить Моих любимых Североирландских Правах То Здесь я уже Так На ходу Упомяну Что Дайан Дотс Она Европарламент Прошла От Демократической Юнионистской Партии Это очень хорошо Ну а Что касается Австралии Там произошла Довольно Интересная ситуация Интересная История Сложилась Интересная Ситуация Потому что Все опросы Общественного Мнения Все Газеты Электронные Какие угодно Все Прочили Победу Тамошним Левым Чтобы нам Не запутаться Австралийские Левые Это Лейбористы Ну здесь понятно Как и в Британии А вот Австралийские Ну официально Правые Это партия Называется Либеральная Партия Ну давайте Я их буду Называть Все-таки Консерваторы Чтобы Ну мы Не путались Опять же И вот В такой Обстановке Когда все Ждали полной Победы Естественно Левых Лейбористов Вдруг раз Побеждают Консерваторы И Скотт Моррисон Нынешний Премьер Много Уже Разных Аналитических Материалов Было Написано И опубликовано Но в принципе Все На самом деле Объясняется Достаточно Просто Так как Лейбористы Они объявили Что для них Главное Это Изменение Климата И радикальная Зеленая Программа Когда Простые Избиратели Прежде всего Из пресловутых Синих Воротничков Увидели Что Левым Лейбористам Как угодно Их называйте Природа Точнее Даже Не природа Природа Это Хорошо Но Вот Эта Истерия Зеленая Важнее Рабочих Мест Интересов Своих Избирателей И Все Что с этим Связано И Увидели Осенние Воротнички На самом деле Гораздо умнее Чем Их Считают Что Программа Лейбористов Она приведет К повышению Налогов К потере Рабочих Мест И так далее То Они Пошли Голосовать За Консерваторов Потому что Консерваторы Стояли На своем Низкие Налоги Условия Для Бизнеса Укрепления Границ Что Случилось То Случилось Да Победа Может быть Не такая Оглушительная Но Сам Тот Факт Что После Всех Этих Опросов Общественного Мнения Которые Прочат Победу Лейбористом Побеждают Консерваторы Ну Это Уже Показатель Вы Наверное Помните Когда У нас Недели Две Три Назад Был Выпуск Я Рассказывал Про Фрейзера Эннинга Сенатора Ну Вот Эннинг Он Проиграл К сожалению Тем Не менее Эннинг Как раз Тоже Призывал Голосовать Если Не за Него То За Вот Эту Самую Консервативную Партию Пусть Она Называется Либеральной И Да Тогда Он Тоже Сказал Что На Сегодняшний День Партия Конечно Очень Сильно Отошла От Того Что Было При Основателе В сороковые Пятидесятые Годы Но Какая Никакая А Действительно После Эннинга И его Вот Этого Проекта Она Остается Все же Консервативной И Хочешь Не хочешь А Чтобы Уберечь Австралию От Лейбористов С их Безумными Левыми Идеями Ну Голосовать Надо было За Партию Скотта Моррисона Что Собственно Говоря И Случилось И Слава Богу Как Говорится И В этом Смысле Самый Пожалуй Четкий Комментарий Дал Тед Броманд Из Heritage Знаете Я на них Часто Ссылаюсь Ну Сошлюсь И на Серьез Потому Что Это Идеальный Был Отзыв На Выборы В Австралии Что Выборы Это Урок Всем Консерваторам Не только В англоязычных странах Не надо Гоняться За Какими-то Пафосными Высокими Идеями Надо Следовать Своей Консервативной Политике Консервативная Политика Это я уже Сказал Что Как Налоги Закон И порядок Помощь Бизнесу И Исходя Из этого Даже Вроде бы Представители Тех Избирателей Которые Как-то Почти По инерции Голосуют За Левых И за Либористов Они Пойдут Голосовать За Консерваторов За Правых За правых Либералов Если угодно За Республиканцев Это Урок И Кстати Сказать Республиканцам Американским Потому что Теперь Уже Наверное С этого Лета Да собственно Он уже Пошел Обратный Отчет К следующим Выборам И Конечно же Мы Все И я Точно Надеемся Что Демократы Со своим Зеленым Курсом И прочей Фигней Они Все-таки Отпугнут Избирателей И что Американские Синие Воротнички Американский Средний Класс Который Уже Поддержал Трампа Последует Примеру Австралийцев И Точно Так же Поддержит Консервативную Политику Проводимую Президентом И Ну Все-таки Республиканской Партии Поддержит Ее И В 2020 Году Но Для этого Республиканцам Надо продолжать И Президенту Конечно же Свою Линию Ни в коем Случа От нее Не отходить И Надеется Что Демократы Продолжат Свою Деградацию Хотя Да Для этого У демократов Будут Свои Грязные Ходы Будут делать Ставки На Нелегалов Черт знает На уголовников Сидящих В тюрьмах Черт знает Вообще На какие Слои Населения И Какие Угодно Мощенничества Будут Происходить Но Вывод Из того Что происходит В Британии Что происходит В Европе Что происходит В Австралии Наконец-то Для Консерваторов Американских По-моему Один Как Консервативная Политика Консервативные Идеи И их Реализация Невзирая Ни на что И 2020 год Америка Будет спасена От Байдена Сэндерса И всей Публики Которая Вместе с ними Здесь Наверное Я опять-таки Умолкну Если Сергей Что-то добавит С удовольствием Передам ему Давайте Передадим Слово Нашим Рекламодателям Буквально На пару минут После чего Вернемся И продолжим Возвращаемся В программу Час Ивана Денисова И прежде чем Перейти К следующей теме Да я напомню Телефон в студии 847-400-5200 Если будут вопросы Звоните Пару слов Буквально О визите Дональда Трампа В Великобританию Я думаю Что мы еще Поговорим об этом На следующей неделе Наверное Когда будут результаты Какие-то Хотя особых результатов Честно говоря Я от этого визита Не ожидаю Поскольку там Ну Политическая ситуация Такая Мэй Такая Хромая утка Вы уже говорили О том Что происходит Я хотел отметить Вот что Я смотрел Эту картину Визита Встречи С королевой И смотрел Переключал С факса На CNN Потому что интересно Комментируют Ведь по-разному Как будто Разные события Происходят На CNN Мой взгляд Поймал кадр Реплей такой Знаете Вот когда Легкоатлеты бегут И когда спорный финиш Делают такой Фотофиниш Там смотрят Буквально Кто вперед Так вот Трамп с королевой Шли Но поскольку У Трампа Шаг очевидно Чуть пошире И он на полшага Вперед Королеве Королевой Там В помещение Заходил Так CNN Как бы Реплей сделал Отыграл назад И показал Еще раз Вот посмотрите Какой он негодяй На полшага Там на несколько Сантиметров Вперед Королевой Вырвался Хотя честно Говорю Я не мог Оторвать Свой взгляд От первой Леди Потрясающего Просто Потрясающе Я вспоминаю Как Наша Медиа Освещала Мишел Обаму С каким Один из Лидеров Паузой на две недели Про него Говорили И сегодня Он опять Один из героев Ну Сами понимаете Конец Сезона Так его назовем Пользуясь Спортивной Аналогией Верховного Суда Всегда Очень много Решений Вот именно В конце Мая В июне Некоторые Оказываются Действительно Серьезными Очень обсуждаются Некоторые Нет Ну Вот Опять Мой любимый Судья В центре Внимания Речь идет О заключении По делу Бокс Против Планируемой Семи Плэнт Пэрэнтхуд И что самое Интересное Дело Даже Не столько Оказалось В самом Заключении Юридическом Сколько В том Как Его Томас Обосновал Это вообще Бывает Довольно Часто Когда Все В общем-то Забывают В чем был Смысл Самого Решения Но Все Обращают Внимание На то Как Это решение Заключение Если угодно Было Обосновано Судьей Который Писал Вот Основное Заключение Верховного Суда Речь Там Шла О Законе Связанном С абортами Как Избавляться От Останков Озародышей Соответственно Суд Подтвердил Что Надо Их Только Сжигать Или Как-то Там Еще Ликвидировать Не пускать На Какие-то Пересадки И так далее И тому подобное И По второму Пункту Там Сложная Формулировка Как Запрещать Или Не запрещать Аборты На основе Пола Возраста Или Расы Здесь Суд Сказал Что Лучше Пусть Суды Низшие Станции С этим Разберутся Но Главное Повторюсь Что Вызвало Такое Количество Отзывов Уважительных Со стороны Консерваторов И Истерических Истерических Опять Со стороны Левых Это То Что Как Томас Построил Заключение А Томас Он Выстроил Его Так Что Сравнил Аборты С Евгеникой Помните Такое Прискорбное Было Явление Популярное Кстати Говоря Прежде всего Среди Прогрессивистов То есть Среди Левых В штатах В начале Века И Которая Потом Получила Весьма Весьма Печальное Развитие Как раз В Европе В Германии Прежде всего И Томас Напомнил Об этом Провел Все Соответствующие Аналогии Указал На то Что Планируемая Семья Planned Parenthood Это Как раз Прямой Продолжатель Тех Самых Евгенистов Да По-моему Так Правильно По-русски Начало Века Напомнил О дружбе И Связи Маргарет Сенгер С какими Угодно Расистами И Более Того Совершил Еще одно Страшное Преступление Даже нет Он совершил Три Страшных Преступления По меркам Левых Первое Это то Что он Указал На то Что Аборты Используются Как Такое Социальная Инженерия И Продолжение Евгеники То есть Когда Определяют Кто должен Родиться Кто не Должен Родиться Второе Преступление Это то Что он Не раз Ссылался На Томаса Совэлла А Томаса Совэлла Вы помните Это Тоже Страшное Страшное Явление Для Левых Чернокожий Интеллектуал При этом Консервативных Взглядов И К нему Отсылок Было Много А третье Он Томас Уже Я имею Ввиду Напомнил Свою Идею Которую Он возвращается Очень часто И Которая Левых Просто Бесит Это то Что Право На аборты Оно Изобретено Верховным Судом А именно Что его В Конституции Нет И Таким Образом Можно Сколько угодно Обходить Какие-то Решения Отсылать Их В суды Низшие Инстанции Чтобы они Еще что-то Сделали Но Рано или Поздно Верховному Суду Придется Этот вопрос Решать То что Было В 73-м Году Пресловут Ро Против Уэйда Что-то Надо Делать И Вот Тут И Началось Пошло Что Томаса Такой Секой Вашингтон Пост Мы уже Вспоминали Сразу Вытащил Каких-то Якобы Экспертов Историков Которые Стали Говорить Что Конечно Все это Не так Все это Неправда И вообще На самом деле Все Не по Настоящему Судья Гинсберг Которая Вышла Из спячки И Все сразу же Левые Вцепились В ее заключение А Судья Гинсберг Там Выдала Совершенно Убойное Определение А именно Она написала Что Беременные Женщины Не матери Вот Видите Такое Новое Открытие В области Даже не знаю Чего Биологии Наверное И Престарелая Я уважаю Пожилых Людей Там уже Сова Будь здоров Сколько лет Но тем не менее В данном случае Я к сожалению Не могу По другому Сказать Престарелая Судья Вдруг Теперь Решает Кто мать А кто не мать Это так К слову Поэтому Далее Естественно Истерика Из-за того Что Совэл Ну как же так Черный Но неправильный Этого Эксперта Допускать Никак нельзя Ну и конечно Самое страшное То Что я уже Десять раз Повторял И повторю И снова И снова Почему Так бояться Левые Судьи Томаса Потому что Он все время Напоминает Если Решение Принято Судом Не На основе Конституции А на основе Конъюнктуры Политического Момента То это Решение Можно и Нужно Аннулировать Не потому что Оно хорошее Не потому что Оно плохое Просто потому что Это было Решение Основанное Не на Законе А основанное На желании Судей Угодить Тому Чего от них Ждет Элита Чего от них Ждет Конъюнктурная Пресса И так далее И тому подобное Для левых Это страшный Кошмар Потому что Если Случится Такой Прецедент И будет Отменен Хотя бы Один Одно из Обожаемых Ими Решений То Посыпется Все По их мнению Я к сожалению Не думаю Что посыпется Но уже то Что прецедент Будет создан Это будет Серьезный удар По юридическому Активизму И это будет Действительно Очень большая Победа Даже не для Консерваторов На самом деле А для Всех людей Которые уважают Американскую Конституцию Судья Томас Бьется Изо всех сил У него Да Есть союзники Напомню еще раз Прежде всего Элита Ну Горсыч Кавана И Роберт Прежде всего Роберт Конечно же К сожалению Не всегда Ну Кавана Еще только Набирает обороты Хотя пора бы Ему уже тоже Быть поактивнее Ну год как-никак А вот Ну Роберт Да Это спорный момент Но тем не менее Важность Судьи Томаса Мы все Снова увидели Благодаря этому заключению И кстати Тоже вот Любопытная Такая Перекличка Я вам говорил Что В Британии Если посмотреть На консервативную партию То увидим Что Индийка По происхождению И пакистанец На сегодняшний день Защищают Британский Консерватизм И патриотизм Куда лучше Чем Многие Вроде бы Коренные Англичане Ну вот И в Штатах Мы если Посмотрим На Ну это Мое конечно Мнение У вас у всех Свои герои Это замечательно Но на двух Людей Которые у меня Вызывают Пожалуй Наибольшее восхищение Из ныне Здравствующих Американцев То это Как раз Судья Томас И Соуэл Оба Чернокожие И Конечно же На них Огромное давление Но это Замечательно Что Консерватизм Патриотизм В лучшем смысле В лучшем понимании Этого слова Они Привлекают Не знают На самом деле Никаких Расовых Границ И Сколько бы Левы Не истерили И не обвиняли Нас Здесь я кстати Даже обобщу Уже В расизме Ну мы то знаем Что На самом деле Для консерваторов Настоящих Для людей Которые уважают Америку Отцов Основателей И их заветы Раса не имеет Значения И поэтому Для нас Кларенс Томас Это действительно Герой Для меня Да Ну надеюсь Для многих Из вас тоже В этом смысле Конечно же Смотрим мы Что будет Происходить Летом Потому что Ну кажется Отставок Все таки В Верховном суде Не будет С одной стороны Это хорошо Потому что Ходили слухи Что именно Томас уйдет В этом году Чтобы Трампу было проще Назначить Нового судью На будущий год Понятно Уже нельзя Ну можно Но лучше этого не делать А дальше Мы надеемся На лучшее Но тем не менее Но кажется Тишина И поэтому Я Тоже в сотый раз Говорю Что никому Не желаю Зла И ничего плохого Но не забывайте Что Гинсберг Сами знаете Сколько лет Сколько болезней И Брайер И Брайер Еще есть Восьмидесятилетний Как-никак Тоже Дай бог Здоровья И еще Долгих лет Жизни Но знаете Все таки Пора и честь Знать Заслуженный Отдых Семья Все Все что Что с этим Связано Я полагаю Этим Двум Людям Не скажу Что достойным Я к сожалению О них не очень Высокого Мнения Но Пора Пора Тем более У Трампа Это уже есть Кандидатуры Конечно же Будут страшные Бои За них Вспомним Что было Раньше Но Как бы то ни было Однако же Я думаю Что и до Закрытия На летний отдых Мы еще что-то Услышим Интересное Из Верховного Суда Ну и кто знает Может все таки Действительно Какие-то Отставки За Лето И случаться Хотя Либералы Сделают все Чтобы сохранить Этих почтенных Старцев Я не знаю Будут в них там Какие-то Новые средства Вкачивать Хоть зомби Но чтобы они Оставались Но тем не менее Ждем Смотрим Как и что Будет происходить Вот здесь Да Видимо Мне уже Надо умолкать Окончательно Упомянули О возможных В случае Отставки Кого-то Из Либеральных Судей Мне даже Трудно себе Представить Какие Развернутся Баталии Вспоминая о том Как проходило Утверждение Судей Камана На какие Только Подлые Шаги Не пошли Либералы С тем Чтобы Не допустить Его В Верховный суд Я Я с трудом Могу себе Представить Что будет Происходить Если Скажем Судья Гейнсбург Покинет Скамью Судей Судейскую И Трамп Предложит Новую Кандидатуру Что будет Происходить В стране Не только В Северной Тем более Там Извините Что Перебиваю Скорее всего Это будет Ну опять Это все Конечно же Построение Эми Барретт Женщина Замечательная Но Ее уже Левая Ненавидит Уже На данный Момент А если Трамп Еще предложит Ее В Верховный суд То тут Пойдет Такая Пиротехника Что Да Страшно Себе Представить Иван Огромное Спасибо Как всегда Очень интересно И до встречи В следующий раз Спасибо вам До встречи